привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня в рубрике инди-хоррор мы начинаем проходить mount x mount который переводится и честно говоря затрудняюсь как но судя по всему mount это гора среди прочего монтек это насколько я помню мантеки из повести ромео и жилетта так что у нас гора мантеки что-то в этом духе и это за надо сказать среди по всему очень крутой психологический триллер с элементами очень мощного хоррора в котором мы будем бродить в роли ирландского рыбака который попал на непонятный необитаемый остров и там постоянно происходит что-то не то что непонятно я бы сказал даже не хорошая игру мне посоветовали подписчики через дашу за что и тем и тем спасибо почаще присылайте мне такие крутые вещи давайте начинать что круто игра сразу поддерживает русский язык вам это очень-очень даже если можете посмотреть как далеко продвинулись пожалуйста выберите а понятно получу хорошо то есть это своеобразный такой чиппой проморгавшись от соленой воды я вижу пернатых друзей что кружат надо мной наверное меня выбросило за борт да именно это со мной случилось меня смыло волной с палубой судя по одежде я работаю в море но почему-то не припомню ни единого момента этой работы не могу вспомнить даже собственное имя нужно понять как я оказался на этом берегу и как-то выбраться отсюда и среди прочего надо отметить что я не ожидал честно говоря что в игре будет русской озвучкой что она будет настолько крутой одна как видите у нашего героя амнезия как обычно как всегда маяк в остров и наверху какой-то дом запомнив эту картинку возможно в будущем нам это поможет чтобы ориентируйся здесь девушке на берегу игра кстати очень и очень неплохо с графической точки зрения мы выставили все на максимум full hd основан на реальных событиях ну теперь я уже точно люблю эту игру я люблю как основана на реальных событиях другое дело что в американских фильмах допустим если основан на реальных событиях это значит что взяли именно главных героев и намутили что-то вообще несусветное так ладно у нас все очень печально и черно-бело меня мотает где я нахожусь здесь какой-то котелок надеюсь и я из него не ел сломанная пластинка граммофона какими кнопками взаимодействовать так а вот у нас кстати компас и мы смотрим на запад как же все печально старый чайник нужно ли нам брать тебя смотри-ка тут помимо меня пона выбрасывал еще кучу всякого мусора так что я тут не одинок правой кнопкой мыши мы изучаем это чьи-то воспоминания надпись судя по всему либо на французском ой я чё-то честно говоря даже не знаю это как это может на армирский язык но может на самом деле ирландский черт узнать старая книга хорошо что пишут изучайте все что видите вокруг ой меня так качает конечно нажмите е когда видите символ информации и символ взаимодействия задача перед тем как покинуть берег найдите себе что-то вроде костыля пойдем искать что-то нам совсем плохо из чего можно соорудить костыль допустим вот из этого стульчика деревянный табурет не подошел хорошо так что у нас тут еще на берегу есть такого полезного давайте пойдем сюда мне кажется это не будет прямо у нас под ногами битон здесь кстати ничего нет какой год на дворе вообще так вон там что-то помегивает значит нам похоже туда и здесь такие рифы что вообще пипец удивительно ой чё это было что вообще удивительно как мы выжили и почему нас не разбило об эти камни батионя тебе прям я надеюсь нога не словно потому что это будет очень печально хорошо хорошо killing бумаги на котором мы должны увидеть что если подойдем поближе то увидим что взаимодействие с предметами предметы с которыми можно взаимодействовать подсвечены вот такой рукой понятно задача подберите цветную так мелко это пипец почему нельзя просто увеличить ладно подберем это цветное снаряжение новый предмет как у нас работает снаряжение в этой игре тоже интересный вопрос но судя по всему кнопка и как обычно хорошо что то у нас есть что еще нам понадобится цветную катушку чтобы использовать и позже вот он что понятно на самом деле это не очень удобно я Я бы сказал, но если у нас есть цветная катушка, то на нее, я думаю, что-то можно намотать, типа вот этой веревки, скажем. Черт его знает число. Веревка что-то какая-то никакая. Кстати говоря, это очень объемная игра и довольно продолжительная, поэтому не рассчитывайте на пару-тройку серии. Здесь будет полноценное, серьезное прохождение. А учитывая, что в игре полно головоломок, и они довольно неочевидны, как вот сейчас, я думаю, это затянется на довольно продолжительный промежуток времени. Поэтому давайте как-то... Табурет, но почему же ты не хочешь... Нет, это просто информация. На самом деле, честно говоря, по-моему, лично я бы в данных обстоятельствах уже бы нашел, из чего себе сделать костыль. Что это? Забор от ветра. Ну, я смотрю, сильно помогает. Откройте дверь. Нужно открыть засов. Игра, ты издеваешься надо мной? Есть достижения, смотря на 25 предметов. Я не хочу его. Я хочу... А, завершить предыдущую задачу. Так, ладно, я не совсем понимаю, что от меня требуется в данном случае. У меня есть катушка. И что? Ладно, будем рыскать по берегу, пока не найдем что-нибудь хорошее. Возможно, с той стороны у нас тоже что-то есть. О, как неплохо. Эти чайки, дождь. Ненавижу. Бочка нам очевидно не подойдет. А это что такое? Вот, смотрите, палка, из которой, в принципе, с костылем куда проще. Ну, кстати говоря, да. Хорошо. Отлично. Замечательно. Так, ладно. Наконец-то мы брали ржавый засос. Засос. И можем двигаться дальше. О чем я, в общем? Лачуга старого отшельника. Прикольно, да, игра сделана? Красиво так. И очень атмосферно. По-моему, реально, это одна из самых красивых инди-игр. То есть, по сути, ничего такого. Но видно внимание к деталям даже по этим всяким книгам, разбросанным на земле. Потрепанная книга. Электричество. Кажется, электричество выключено. Нужно пройти дальше. Вдруг вам удастся найти генератор. Дальше-то мы пройдем, но давайте для начала заглянем сюда все-таки. Найдем молочугу старого отшельника. И здесь я вижу что-то интересное. Какие-то лампочки, но я думаю, до них мы наберемся позже. Так, на самом деле, я бы чувствительность мышки чуть убавил, чтобы... А нет, я уже не могу этого сделать. Чтобы было более кинематографичное действие. Грязный, мокрый, саный матрас. Все как всегда. Матрасы прям со времен Пенумбре. Казалось, конца этому не будет. Мир хотел крошиться и разваливаться. Пока от меня не осталось бы ничего, кроме пыли. Керри Тейлор. Так, нам нужен генератор. Вон там что-то лежит. Темновато, но мне кажется, сначала... Смотри, еще одна катушка. Я, правда, не понял пока для чего они, но... Я думаю, пригодится. Цветная деревянная катушка. Так, бери ее. Отлично. Теперь у нас их две. Граммофон сначала надо завести. Ручка переключения каналов. Увы, нашего героя что-то... Короче говоря, давайте выходить отсюда. Мне кажется, сначала нам нужно найти генератор, потом будет электричество, свет, и все будет гораздо проще. Поддается. Отключатель. Смотри, да? Сломанные часы остановились на 10-10. Так, ладно, это что такое? Гномон. Возьмем. Я не знаю, что такое гномон. Ну, очевидно, какой-то... Математический геометрический... Что? Взаимодействие с предметами. Чтобы использовать некоторые вещи, вроде этой двери, сначала может понадобиться отыскать что-то еще. В данном случае ключ. Задача 1. Идите по тропе, найдите сарей, возьмите в нем ключи. Хорошо. Наверное, здесь находится генератор. Так, пойдем по тропе дальше. Ох, как я люблю такие игры. Бочка. Не, выглядит все, конечно, как надо. А там реально что-то прочитать можно? Да, похоже, нет. Вы нашли могилу Финна МакЛохлина. Окей. Так, на полу. Насколько я понимаю, здесь вообще надо быть очень внимательным, поэтому давайте все осмотреть как можно более тщательно. Жалый засов. А это что такое? Пацан? Какой-то жутковатый пацан, по-моему. О-о-о-о! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, хрена. Ох, что-то это не к добру. О, это было не очень, не очень приятно. Меня попустят уже, нет? Или мне... Теперь вы знаете, все эти завывания, которые я тут слышу, они меня уже не совсем радуют. Раньше я думал, что это, может быть, здесь какие-то люди, которые помогут мне. Так, ну как минимум я могу увидеть, что нас кроет, причем по-страшному. То ли это наши дети, которые, может быть, даже и погибли, и это плохие воспоминания по этому поводу, то ли остров реально населен призраками, и в любом случае мы достаточно в серьезных проблемах. Так, Валф. Блин, ты. Это что? Причальный буль. Смотри на берег, он выбрасывал, вот сколько, да? Капец. Так, ладно, аккуратно ищем хижину. И я надеюсь, что больше каких-то непонятных... Вот таких вот завываний больше не будет. А вот и хижина, похоже. А здесь у нас... Дангер. Фанамах. Электричества нет, поэтому сюда мы не проходим. Верно? С проводкой что-то не так. Ворота не открываются. Я бы, конечно, предпочел перевод. Я там. Интересно, какой это язык? Ну, что-то такое из скандинавских, по-моему. Бочки, дрова, спасательный круг. Учитывая, что у нас тут разверлись небесные хляби... Ух ты, вот что-то есть. Спасательный круг нам, походу, скоро понадобится. Все затопит к чертове матери. Снаряжение. Нажмите I, чтобы увидеть предметы, которые вы несете с собой. Используйте ZC, либо колесико мыши, чтобы выбрать предмет. Одновременно вы можете нести не более пяти предметов. Так, ZC мне пригодится, потому что колесико мыши на моей мышке опять... Вроде как умирает, и... Буквально с минуты на минуту, и он настанет окончательный кердык. Короче говоря, мышки Razer. Сломаем ваше колесико за пару-тройку месяц. Покупайте мышки Razer. Минутка антиреклама. Прямо на канале Black Hat. Так, а вот у нас генератор. Кажется, чего-то не хватает. Допустим, не хватает... Этого, скажем, да? Пока не вижу, что это такое. Это световые часы? А, смотри, я выбираю, и типа можно применить. Ну-ка. Так, ну пока я как-то не могу сказать, что... Могу что-то применить сюда. Ну, вентиль тут как бы особо тоже без надобности. Черт его знает. Я настолько плохо вижу, что... Что просто черт его знает. Это не тот предмет. Я не хочу никакие предметы использовать, честно говоря. Солнечные часы лучше всего использовать... А, во. Отлично. Чтобы вернуться на остров... 0-1... Что? 2-0-0... Окей. Что значит, чтобы вернуться на остров? Может, мне надо поставить на 10-10? На самом деле, по-моему, я ошибаюсь. Так, ну, ладно. Хорошо, чего же тут не хватает? Явно не вентиля. Подожди, а вот эти вот цветные катушки, они мне очень напоминают предохранители. Хотя нет, не напоминают. Хорошо, ладно. Я пока не знаю, что я делаю и для чего нам вообще вот это... Что это? Не совсем понятна фраза, чтобы вернуться на остров. Хорошо, но мне же говорили, что здесь где-то есть хижина, в которой можно взять ключи. Я пока ее не вижу. Вот это на хижину... Господи... Ааа, простите. Да не волнуйся, сейчас заберемся в хижину, отоспимся. Хотя ты спать не будешь, что у меня целеустремленный парень, как я посмотрю. Ты будешь искать истину. Сурово так, да? Реально, как будто вот Норвегия, какие-то, я не знаю, там, фьорды, что-то такое. Чувствуется, что здесь... А ветер, кстати, успокоился почти. Что здесь очень суровая, но очень крутая погода. Старая дверь открывается со скрипом. Достигнута контрольная точка, что очень хорошо, по-моему. В снаряжении появился новый предмет, топливо. Этим топливом мы зарядим генератор, насколько я понимаю. То есть, если не спешить, то все становится довольно-таки приятно. А что у нас с часами? Можем сейчас посмотреть на них? Что-нибудь изменилось? Да нет, по-прежнему 10-10. Мне кажется, с солнечными часами это никак не связано. Ну, посмотрим. Фраза, чтобы вернуться на остров, напоминает мне о временах, когда пираты переводили все игры промптом в первый день. И это был такой перевод, что лучше было учить английский, чем играть с ним. Вполне возможно, что здесь примерно такой же вариант. Хотя черт его знает. И все же... А-а-а, смотри. Здесь еще эта штука вертится. Что-то внутри сбрасывает счетчик. Окей. Так, но мы пока заправим наш агрегат. Так, сначала инвентарь, потом... В канистре может быть бензин. Оп. 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 Оп, тихо. Напоминает Алон Вейк. Отлично. Пошел процесс. У нас есть электричество. Пока не знаю, для чего нам вот эта хрень. Но я думаю, скоро мы получим зацепки. У нас уже может открыться вот эта. Трогать, я так понимаю, сейчас не лучший вариант. Давайте потрогаем. А нет, смотри, открываются. И мы можем идти вперед, но для начала мы посмотрим, что же у нас здесь. Короче говоря, пока что я могу сказать, что... Что это было? Оказалось, идет кто-то. Ладно. Короче говоря, пока что я могу сказать, что... Это офигенно. Я люблю такое. И вы знаете, что я люблю такое. Это реально очень круто. Подожди, а тут что? Жалко, я наконец не умею с костылем это сделать не так-то просто, видимо. Тропикай. Здесь по-прежнему нет света, но это удивительно. Ну, ты посмотри. Так, а там у нас еще одна была хижина, да? Да-да-да, давайте с нее начнем. Все по порядку. Уютненько. Ух ты, коровка. Почему-то я не получаю описания предметов больше. Не всех, по крайней мере. Старая деревянная плита. А, дровяная. Так, а что... Тихо. Это я так делаю? Да вроде нет. Как опустить мост? Нужно ввести правильный код при помощи солнечных часов. Осмотреть буй с возвышенностью и запомнить цветовую последовательность. Перевести первую букву из названия цветов в код Морзе, например, красный, К. Правильно установить деревянные катушки. Япона-мать! Лачуга старого отшельника. Огни на стене. Теперь я знаю, что они означают. Время и тени. Можно увидеть со старого настила. Код позволит разгадать цвета. Ух, капец. Опустить мост. Покинуть Питкерн. Поинт можно только по мосту. Это единственное, что связывает остров с материком. Мост опустится, если все сделать правильно. Немного же я знаю. Если вы это читаете, меня уже нет на поинт. Пойду искать. Джей. Это все очень печально, по-моему. Самое печальное, это что я таких головоломок всегда боюсь. Просто до ужаса. Ну, я хотел сказать, что это у срачки, но потом думаю. Да ладно. Так, хорошо. Здесь у нас есть разломанный... Понятно, кстати говоря. А это что такое? Мы нашли один из двадцати двух крестов Святой Бригитты. Надо же. Алфавит. Русский алфавит? Азбука Морзе? А-а-а. Мм, понятно. Что-то я уже боюсь этой головоломки заранее. Я думаю, здесь будет втыкоты столько, что хватит. Я не знаю. Минут на пять. Так, хорошо. Крестов Святой Бригитты больше нет. А Брунгильды... Окей. Осталось достать сюда какую-нибудь пластинку. Понял. А где твой вклад? Тебе вообще не как, да? Ну ладно. Так, хорошо. Ну, короче говоря, нас ждут великие дела, могу я вам сказать. И, походу, дела будут очень геморройными. Ну, что я хочу сказать сразу по игре. В ней как-то чувствуется внимание к деталям, душа и... Ух ты. Нет, она сломанная. И при этом реально какой-то такой нестандартный подход, потому что вот такие вот игры я люблю. Другое дело, что с головоломками пока что так по ощущениям перебор сразу на игрока вываливают. Но, с другой стороны, есть любители такого. Да я и сам, в принципе, такое люблю. Просто я люблю такое играть не на запись, потому что на запись эту тупку все придется вырезать, чтобы вам было не скучно. Ну, короче говоря, игра, по-моему, как в лучших домах Европы. Мне очень... Ух ты, там маяк, что ли? Смотри, точно. Вдалеке он там. Или нет? Да, мигает. В общем, мне очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. С новым прохождением нас. И будем надеяться, что игра будет по-прежнему такой же крутой, как и в самом начале. С вами был Артур. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Пока-пока-пока.